Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. И исполнится воля твоя, а не моя. Спасибо. Продолжаем. Глава третья еще об алкоголизме. Эта глава имеет отношение к безумному мышлению. Мы будем говорить о безумном мышлении, как о... Безумие имеет отношение к состоянию в трезвом состоянии. Это не имеет отношения к алкоголю. Если вы меня сейчас влить в бутылку водки, ребята, я вам здесь дам жару. Не об этом. Речь идет о другом. Речь идет о том, в данной книге, что заставляет человека, знающего, что у него проблема, пить и пить, да, и продолжать весь этот циклический процесс, да. И нам... Что я здесь делаю с девчонками, да. Мы выделяем несколько терминов, да. Первый термин. Заветная мечта каждого алкоголика, правильный перевод, одержимость. Чтобы он смог снова пить, получая удовольствие от алкоголя, полностью контролируя себя. Одержимость – это термин номер раз. Живучесть этой иллюзии, иллюзия – это термин номер два, поистине удивительна. Многие видят в нее на пороге безумие. Безумие – это термин номер три. И последний термин, да, нужно полностью отказаться от заблуждения. Да, заблуждение – это термин номер четыре. И мы пишем. Один, два, три, четыре. Это термины, обозначающие веру в ложь. Или веру в неправду. В чем было мое безумие? Я считала, что если мой муж перестанет пить, то все будет как прежде. Это неправда. Сегодня я это хорошо понимаю. Здорово, в Валаноне огромное количество людей, у каждого свой опыт. Знаете, когда приходит жена алкоголика и говорит, мой муж выздоравливал в сообществе два года. Меня накрыла такая страшная депрессия. Я легла в постель, отвернулась к стене и пролежала три дня. Муж подошел и сказал, иди в Валанон. Все мои, я тоже пришла же. Я же пришла, ребята, не для того, чтобы выздороветь. Я не знала, что я больна. Я не понимала этого. Я пришла с вопросом, который приходят все. Что мне сделать, чтобы мой близкий перестал пить? А мне говорят, да, посмотри на себя. Мне было очень тяжело осознать вторую часть первого шага. Мне очень тяжело было увидеть свою болезнь и свое безумие. Для этого пришлось пройти по шагам. Нам сразу говорят, да, что эта болезнь прогрессирующая. Тоже было тяжело в это поверить. Думала, что я сейчас пройду шаги, я выздоровлю, и все нормально. Что такое прогрессирующая болезнь? Это неизлечимое заболевание. Невозможно вылечиться. Можно научиться жить с этим заболеванием. И шаги – это терапия, которая назначена мне для того, чтобы жить. Мне в свое время очень помог пример, когда кладут сумасшедшего человека в дурдон. И он говорит, я не сумасшедшая. Я ему говорю, ты что думаешь, мы тебя кладем, потому что ты сумасшедший? Он говорит, да, как же. Нет, потому что ты ведешь себя как сумасшедший. И мы выписываем тебя, когда ты перестаешь вести себя как сумасшедший. Я абсолютно сумасшедший человек. У меня ненормальная реакция практически на все. Чудо заключается в том, что я могу сегодня вести себя как нормальный человек. В этом мое выздоровление. И для этого мне нужны эти шаги. Безумие осталось. Голова осталась прежней. Мы похожи на безногих. И нелепо думать, что конечности могут вырасти снова. Болезнь постоянно рассказывает мне сказки, что у меня выросли конечности. И что я могу быть такой же, как и все остальные люди. Нет, это не правда. Я сегодня знаю. Я перестала сегодня слушать свою болезнь. В этом и заключается мое выздоровление. Дальше идет тест. Нам говорят, не надо ставить диагноз другим людям. Это то, что я делала всю свою жизнь. Предлагается самим поставить два теста. Первый тест на проверку аллергии на алкоголь. Предлагается зайти в бар, выпить несколько ремок и остановиться. И самому честно ответить себе на вопрос. Есть у тебя это или нет. А второй тест на проверку безумного мышления. Попробуйте не пить вообще. Многие поймут, что они не способны на это. И вот простота этой программы. Всего только два вопроса. Таня, ты можешь быть счастливой вместе с тобой? Ты можешь жить без мужа? Не могу. А можешь жить с мужем? Не могу. Тебе в ладон. Ну, это я так про себя. Приводится пример мужчины в возрасте около 30 лет, который серьезно пил. Пример человека, который решил напрячь свою силу воли и перестать пить. И нам говорится, что этот человек был исключительной силой воли. Он не пил 25 лет. Он смог смотивироваться. На самом деле он просто не успел дойти до своего дна. Я думаю, что это мое предположение, что он был тяжелой пьяницей. И он не пил 25 лет. И он сделал то, о чем мечтал. Он заработал кучу денег, да, и он вышел на пенсию. А дальше нам говорится. И тут он стал жертвой иллюзии. Что такое иллюзия? Это вера в неправду или вера в ложь? Он стал жертвой иллюзии, что он сможет пить, как обычные люди. Обычные игры больного мышления. И он выпил. Через два месяца он оказался в больнице. Стесняюсь спросить, что же он делал через два месяца в больнице? Он не смог самостоятельно выйти из запоя. Потом он собрал всю свою силу воли. Все это не сработало. Через четыре года он выпил. Хотя нам говорят, что он был мужчиной крепкого здоровья. В отличие, кстати, от моего мужа. У него никогда не было крепкого здоровья. Мне повезло, у меня быстро муж спился. И тут мы говорим, вот доказательство того, что это болезнь прогрессирующая. Он не пил 25 лет, а болезнь прогрессирует. Очень важная фраза, для меня важная, которую я долго не могла осознать. Страница 32. Если вы алкоголик, то это уже навсегда. И я написала под диктовку своего спонсора. Это принятие согласия с тем, что я больна. В тот момент, когда я проходила шаги, я не способна была принять и согласиться с этим. Сегодня это мое твердое убеждение. Я больной человек. Мне надо жить на основе этой программы. Что здесь еще? Ну, тест номер 2. Ну, а потом, говорится, в этом заключена удивительная способность алкоголизма. Полная невозможность отказаться от алкоголя, как бы этого не было необходимым. Страшная болезнь, страшная. Она заключается в том, что когда алкоголик может бросить пить, он не хочет бросать пить. А вот когда он хочет бросить пить, он уже не может бросить пить. Вот это коварство и ужас этой болезни. Когда мой муж захотел бросить пить, он уже не мог этого сделать. Никакая человеческая сила уже не могла. И дальше нам приводится пример двух чудесных, замечательных людей Прям необыкновенные люди, особенно Джим Когда я прочитала фразу, он не пил до 35 лет, я была поражена В моем обществе не было людей, которые не пили 35 лет, да, бухали все И тем не менее, да, оказалось, что этот человек алкоголик И он вынужден был обратиться в анонимные алкоголики Мы рассказали ему то, что мы знаем об алкоголизме, это первый шаг И она найдена на пути излечения Второй шаг является решением проблем Книга устроена по очень простому принципу Сначала дается осознание проблемы, пять занятий на осознание проблемы, да А потом решение проблемы Решение очень простое, поверить, что есть нечто могущественное, чем я А дальше все остальные шаги Вот, ну и как бы, да, сначала мы, короче говоря, он все понял, он это принял Он сразу получил облегчение, да, а потом с удилением обнаружил, что продолжает напиваться Он напивался шесть раз Когда он напился в седьмой раз, они пришли к нему и сказали Давай нафиг рассказывай, что было в этот день по минутам, да И нам в прямой речи дается его рассказ И мы подробно читаем этот рассказ и задаем себе вопросы Где идет проявление нормального полноценного мышления, а где начинается полное безумие, да До того, что выделено черным шрифтом совершенно нормальное полноценное мышление, да Я пришел на работу во вторник утром Помню, что испытывала раздражение от мысли, что я работаю продавцом в концерне, который я когда-то владел Вот это нормально, да, быть владельцем концерна, потом его просохатить и устроиться простым продавцом Нормально испытывать раздражение от этого? Конечно, нормально, да Дальше Я поговорила немного с боссом о том о сём Потом я решила поехать за город, чтобы встретиться с одним из предполагаемых покупателей автомобиля Это совершенно нормально, человек занимается продажей автомобиля По дороге я почувствовала, что проголодался, поэтому я остановилась у окон небольшого ресторанчика с баром Абсолютно нормальное поведение человека, который чувствует чувство голода, да, испытывает И заходит перекусить Мне совсем не хотелось пить Я хотела съесть сэндвич У меня была мысль, что я могу встретить здесь кого-нибудь, кто заинтересуется покупкой автомобиля Я хорошо знала это место, так как останавливалась там много раз, чтобы перекусить в течение тех месяцев, когда я был трезвой У меня тоже есть определенные места, куда я люблю заходить, чтобы перекусить Совершенно нормально Я села за столик и заказала сэндвич и стакан молока В этот момент еще не было никаких мыслей о выпивке Я заказал еще один сэндвич и решил выпить еще стакан молока Человек не наелся одним сэндвичем и стаканом молока, решил заказать второй Абсолютно нормально, да И мы пишем, вот это пример нормального, полноценного мышления Что происходит дальше? Неожиданно Мне пришла в голову мысль, что если я добавлю рюмку виски в молоко Это будет вполне безвредно насытый желудок А вот это и есть безумие, да Вера в ложь или вера не в правду Как бы звучала правда? Если я добавлю рюмку виски в молоко, я уйду в очередной запой Вот это пример полноценного мышления В чем проблема алкоголика? У него отсутствует определенный кусок мышления, отвечающий за... У него нет способности предвидеть последствия Нету Мне в свое время помог, знаете, вот пример яблочного пирога Представьте, я испекла пирог, да, и пригласила к себе подругу Разрезала вот его на 8 частей, достала один кусок и угостила свою подругу То, что осталось на тарелке, это тоже яблочный пирог Но он не полный Вот то же самое с моим мышлением Я много лет творила одни и те же вещи Получала результат, который меня не устраивал И продолжала делать то же самое И это касалось не только алкоголизма мужа Это касалось всего Это касалось, например, взрослых отношений с моими детьми Десять лет я говорила своим детям Застилайте постель Они ее не застилали, а я продолжала говорить то же самое Это касается всех сторон моей жизни Я никогда не могла видеть последствия своих действий Я была слепая и глухая Да Смотрите, эксперимент прошел так удачно, что я заказал еще одну порцию в лиске И вил ее в новый стакан молока А вот это и есть тяга И парадокс тяги заключается в том, что когда эта тяга удовлетворяется, она незаметна Смотрите, у меня сейчас есть тяга дышать Я делаю это автоматически Я дышу, не в зависимости от того, что я делаю, я могу разговаривать, я могу есть, я могу спать, я дышу Тяга удовлетворяется Если мне сейчас на голову оденут полиэтиленовый пакет и сожмут его на шее Тяга перестанет удовлетворяться Я превращаюсь в животное Я буду готова убить этого человека, который держит этот пакет Только для того, чтобы удовлетворить свою тягу дышать То же самое происходит в теле хронического алкоголика Когда он выпивает алкоголь, у него возникает тяга абсолютно непреодолимой силы Он будет пить Он будет пить, пока не упадет И это то, что я наблюдала годами на примере своего мужа Я не знала это Я становилась между мужем и бутылкой И это меня убило Потому что, как выяснилось впоследствии, этого не надо было делать Первый раз нам дается определение чистого безумия Безумие – это неспособность, правильный перевод, скажу вам, привыкла уже Соразмерять и мыслить здраво Это неспособность предвидеть последствия своих действий У меня не было этой способности Я творила одни и те же вещи Получала один и тот же результат И я не понимала, что не так Почему он пьет Дальше приводится пример человека, перебегающего улицу на красный свет Билл много примеров приводит и говорится Что важно в этом примере? Страница 37 Он пробует все имеющиеся в его распоряжении средства Пытаясь выбросить эту навязчивую идею из головы Голова – это то место, куда попадает идея И я иду и делаю это Вот оно, мое безумие Поэтому, да, шаги дают духовное пробуждение Дают изменения Изменения в голове, да? Мой муж сегодня является выздоровичем алкоголиком Он способен контролировать свое желание выбить Он прекрасно знает, что с ним будет Если он поднимет стакан Как мы живем, да? У нас Он не принимает никакие лекарства, основанные на алкоголе Никаких там жидкостей для плоскания рта Если мы идем в гости к своим друзьям Он отслеживает свой стакан Потому что знает, что если он перепутает там вино с соком Он может уйти в запой Он ничего не сможет это сделать Если в его тело попадет алкоголь Он может Второго выздоровления может не быть Сегодня он это прекрасно понимает Это и есть возвращенное здравомыслие Следующий пример Фреда Еще лучший человек Необыкновенный человек Чудесный, замечательный человек Тем не менее, он алкоголик Здесь мы пишем, да Потому что это болезнь Доказательство того, что у алкоголизма нет лица Любой человек может стать алкоголиком Любой Это генетика, как я это вижу У меня в семье У нас у всех проблемы с печенью Мой сын в 15 лет начал бухать Он пришел домой абсолютно пьяный Я начала с ним разговаривать И думаю, это что такое Блин, приехали Папашка выздоровел Сыночек пошел его путем Но я была уже глубоко в шагах И глубоко в волононии И я уже поступила правильно На мой взгляд Я пришла к нему и сказала Сын, ты Сын алкоголика Твоя печень Неправильно перерабатывает Алкоголь Если ты пойдешь по этому пути Ты погибнешь Я этот путь прошла с твоим отцом Я с тобой не пойду Я тебе помогать не буду На меня не рассчитывай Если ты захочешь Ты умрешь Что меня поразило Меня поразило Необыкновенное спокойствие И любовь С которыми я говорила И я ни капельки не расстроилась Вот это удивительно Да, как в Чаксе говорили Мы идем по программе И все лишнее отваливается Я вдруг случайно обнаруживаю Что я могу вести себя Совершенно по-другому И я звоню своей наставнице Говорю, блин, круто Я люблю своего сына Мне не важно, что он выпил Я люблю его И я ей говорю, господи Сколько паха-то за спиной Это же надо было Пройти шаги Изуродовать свою жизнь Этим несчастным спонсорством Да Чтобы наконец-то Получить любовь А она мне говорит Ты знаешь А мне Бог дал сыну Любовь сразу И вот это моя иллюзия Я все время пытаюсь договориться с Богом Это нельзя Это Каждый идет своим путем Мне была дана любовь совсем недавно Я вообще не знала, что такое любовь Я не знала Да, вот одна из тем, которые я словила в Аллануне Я пришла, а мне говорят Надо отстраниться Ого Как? Объясните мне, пожалуйста Что значит отстраниться? Я не знаю, что это Да еще и с любовью А что такое любовь, да? И мне пришлось очень мощно Пересмотреть вообще всю эту концепцию, да? Я всегда считала, что я любила своих детей А потом я поняла, да? Как хороший хозяин относится к своей скотине Он ее кормит Он ее За ней ухаживает Он ее содержит Он вызывает ветеринара, когда Заболевает животное, да? Это то, что я делала в отношении своих детей Я относилась к ним Как хороший хозяин Относится к своей скотине Я так к любви вообще никакого отношения не имела Вообще Поэтому тема отстранения с любовью Ну, блин, ну это после прохождения шагов Без шагов отстраниться невозможно Для меня, по крайней мере Я даже не понимала вообще О чем они все говорят Вот Ну и что на его примере? Да, вот очень хорошо У нас тоже есть такая тема в алкоголе Пример безумного мышления Да, но Я не такая, как вы Это вы не справились со своими близкими, да? Не, я найду Да ладно, прекратите Да я вас умоляю Я эту проблему решу, да? Да, то же самое мы видим с Фрейдом, да? Когда ему сказали о всем об этом, да? Он сказал Ну, ребят, спасибо вам большое Что вы мне рассказали об этом, да? Ну, я не такой, как вы И пошел жить своей жизнью, да? Мы никогда никого ни в чем не убеждаем Мы не мотивируем других людей Ко мне подходит новичок после группы И говорит Слушай, вот вы все шаги, шаги Спонсор А я что-то не готова идти по шагам Я говорю, не готова, не надо Если ты можешь жить без шагов, живи Тебе не нужны шаги Живи Алкоголизм, болезнь, отрицание Проходит небольшое время Она подходит и говорит, не могу Да? Вот это Это программа парадоксов Да? Или там Слушай, а не попросить ли тебя О спонсорстве? Я говорю, не попросить Эта программа не для тех, кому она нужна Ребята, она по-хорошему нужна всем Это для тех, кто хочет ее И кто не может без нее жить Да? Вот Этот человек считал, что полученные знания Да? Плюс унижение Поможет ему оставаться трезвым Ну и с таким настроем я занимался своей работой И поначалу все шло хорошо Да? Дальше предстояла командировка Вашингтон В отличие от Джима У этого человека все было хорошо И в отличие от Билла Уилсона Да? Который поехал в Акрон Сделка сорвалась И он обнаружился в холле гостиницы Да? Перед входом в бар И его потянуло туда У этого человека все было хорошо Сделка состоялась Да? Он пишет об этом физически Я чувствовала себя прекрасно Ничто меня не беспокоило, не тревожило Дела мои шли хорошо Заканчивался прекрасный день И на горизонте не было ни облачка Да? Черным шрифтом Когда я входила в зал ресторана Мне пришла в голову мысль Что неплохо бы заказать Пару коктейлей к обеду И снова вернуться в больницу Так бы подумал нормальный здравомыслящий человек Этот человек болен У него отсутствует здравомыслие У него безумное мышление Он не способен соразмерять и мыслить здраво Что он делает? Он заказывает себе коктейли Я заказала коктейль к обеду Потом еще один коктейль После обеда я решила погулять Когда вернулся в больницу И так далее А это уже тяга Так работает активированная тяга Человек просто решает Меняет свое решение Не понимая этого Не осознавая Я была очень жестока По отношению к своему мужу Я ничего этого не понимала Я страшно его наказывала Я унижала Я оскорбляла его Я потом это поняла Представь себе Я выхожу на улицу Спотыкаюсь, падаю, ломаю ногу Мне кладут гипс Я лежу в постели Подходит мой муж Говорит Ну что? Сломался ногу? Ну молодец Ну как ты себя чувствуешь? Ну что, больно тебе? Ну молодец Давай теперь страдай Ну сама виновата Вот это то, как я вела себя По отношению к своему мужу Я его ненавидела Я его унижала Я его оскорбляла Я не понимала Что он болен И не виноват в этом Сегодня я это понимаю Ну что? Все это закончилось Еще одним страшным запоем Да? Потом была больница С ее невыносимыми Психологическими Физическими муками Это то Чего я понять не способна Потому что я не алкоголик У алкоголика страшное чувство вины Мой муж не хотел пить Он хотел быть хорошим отцом Для своих детей И хорошим мужем для меня Он не мог этого В этом и заключается Коварство болезни Что человек не может Не пить Если он хронический алкоголик Когда я пришла в Алланун С моих плеч свалился Огромный груз вины Потому что я все время считала Что я что-то делала не так И я пыталась подстроить свою жизнь Честно говоря Я на свою жизнь Вот положила с прибором Извините за выражение У меня были огромные планы На мою жизнь У меня было прекрасное образование Прекрасное распределение После института Вообще говоря Я собиралась стать великим ученым Я помню лекцию декана На первом курсе Когда нас собрали Молодых девочек, мальчиков И сказали Наука будет играть Главную роль в вашей жизни У вас будут семьи, дети Ну это ерунда Вы будете советскими учеными Государство вкладывает в ваше образование Безумные деньги Вы должны будете Да А в какой-то момент Муж сказал мне Когда я закончила институт Страна перестала существовать Ушло финансирование в науку Мне пошлось пойти работать не по специальности Потом был еще один кризис Нас уволили И муж сказал Дорогая Посиди дома Если тебе надоест Ты скажи мне Я скажу тебе Нет Я села дома Я много лет просидела дома Я называла себя вонючей домохозяйкой Мне все время казалось Что у меня какая-то другая жизнь Я все время жила в ожидании Другой жизни Что вот сейчас то-то, то-то И я начну жизнь На самом деле я всю жизнь проспала Как спящая красавица В хрустальном гробу На цепях В ожидании Что когда-нибудь придет чудесный принц И разбудит меня волшебным поцелуем Принц не пришел Слава богу Пришел алкоголизм Пришлось проснуться Вот Я понял Что сила воли И понимание своего состояния И я тоже поняла Что сила воли И понимание моего состояния Не помогут мне Справиться со своим состоянием Фред говорит Для меня это был сокрушительный удар Для меня был страшный сокрушительный удар Когда я поняла Что я ничего не могу сделать По поводу алкоголизма Моего мужа И это было нужно мне Потому что такую как меня Только через страшную боль Можно заставить что-то делать Да Вот скорлупа моего эго В тот момент треснула И у меня появилась способность Обратиться за помощью У другим людям Я пришла в Валанон И сказала Помогите Я не знаю Как мне жить дальше Тем не менее Я еще очень долгое время В Валаноне оставалась королевой Корона так немножко Знаете На бок просто съехала Да Это была иллюзия Потому что шаги Конечно помогли мне Вернуться в свой размер И занять свою истинную Вообще говоря Позицию Просто вот это мне очень нравится Меня пришли навестить два человека Из общества анонимных алкоголиков Они понимающие улыбались Я говорю Девчонки хотите помочь новичку Практикуйте понимающую улыбку Я никогда не страдаю Когда приходит новичок И начинает плакать Да Я рада за него Я знаю что он пришел туда Где он может получить помощь Я смотрю ему в глаза И улыбаюсь Моя задача его обеспокоить Я знаю Моя улыбка ему не нравится Но он задумается Почему я Да Будучи женой алкоголика Могу смеяться и улыбаться Потому что Когда я пришла в Ланон Я конечно была злая Как собака Я этого не понимала Я всегда казалась Себя хорошим и добрым человеком Я считала себя вообще Просто красави Да Вот И у нас В Ланоне В преамбуле были такие слова Вы можете быть счастливы Независимо от того Пьет ваш близкий или нет Я готова была убить Приведите мне этого человека Покажите Да Как у гуголь Откройте мне веки Да Я не видела таких людей В Ланоне Я не видела таких людей Сегодня Рядом со мной Таких людей Очень много И сегодня Я не просто верю в это Я абсолютно в этом убеждена Но для этого Пришлось приложить усилия Можно быть счастливой Можно Моя реакция Сегодня На пьяного На такого человека Изменилась Это возможно И моя задача Как я могу помочь Другому человеку Улыбаться Ой, я помню Как-то сидела на группе Да я Честно говоря Я когда прошла шаги Так отойду в сторону Немножко Я пришла в Москву Приехала Да, пошла на группу И, блин, пипец Один слив Да, я звонила своему спонсору Блин, куда я попала Там невозможно Находиться на этом собрании У меня там Я выхожу с собрания Я просто сдуваюсь Да Вместо того, чтобы Наполниться силой Я сдуваюсь Я позвонила Говорю, блин, что такое Что делать-то Она сказала Таня, единственное Что ты можешь делать Это выздоравливать сама Делиться своим опытом И помогать другим людям Вау Все очень сильно Изменилось Когда я начала Это делать Да Я помню, как-то Мы сидели на своей группе И тема была Алкоголизм, болезнь семейная И я посмотрела Так со стороны На своих анонимных сестер И подумала Господи, вот если сейчас Откроется дверь И зайдет человек И посмотрит на нас Решит, что мы сидим На поминках Я говорю Нет, я не хочу Такого выздоровления Это не выздоровление Вот На 41-й странице Прекрасная фраза Ну вот программа Практических действий Хотя и вполне разумная Несла с собой резкие перемены И здесь мы пишем Новые действия Теря новые результаты Моя жизнь Во время прохождения шагов И после прохождения шагов Начала базироваться На новых действиях Шаги Это тоже новые действия Я, если вспомню Покажу вам Что нового В том, что предлагает нам Эта программа Предполагалось, что я должна Отказаться от многих Своих жизненных убеждений Это тема второго шага Мы там будем говорить О предрассудках Все Дальше идет Прекрасное обещание И так далее И так далее И мы постепенно Подходим Ко второму шагу Нам говорится Что Повторяем еще раз У алкоголиков Нет эффективной Умственной защиты Против первой рюмки За редким исключением Ни сам алкоголик Ни кто-либо другой Не могут обеспечить себе Такую защиту Она должна исходить От высшей силы И это является решением И на этом Первый шаг мы заканчиваем И начинаем приступать К решению проблемы Да И пишем второй шаг Решение проблемы С чего он начинается С подведением итога Да Нам говорится Ребят Давайте подытожим Всего только два вопроса Вопрос номер раз Если вы не можете отказаться Из-за потребления алкоголя Даже искренне хотите этого Это из-за одержимости Из-за безумного мышления Или Не можете контролировать Сколько вы выпили Это из-за аллергии на алкоголь Скорее всего Вы алкоголик Все Вам пипец Если это так То вы страдаете заболеванием Которое можно победить Только духовным опытом Да А дальше Нам говорят Не всегда легко сделать выбор Между неизбежной смертью От алкоголя Что такое неизбежная смерть Это первый шаг И жизненно обретенной вами Духовной основой Второй шаг Мне Духовно Больному человеку Очень тяжело было Сделать этот выбор Неизвестность Пугает и страшит Я сижу в этом болоте Я подыхаю Я загибаюсь И мне тяжело сделать выбор Потому что это привычно Потому что я не знаю Как по-другому Слава Богу Нашлись люди Которые рассказали мне об этом Знаете Такой пример Вам расскажу Как я это вижу Да Вот представьте себе Что я в какой-то момент Завлудилась в пустыне Вода закончилась И я поняла Все Мне конец Жарко Да Язык опух Кожа трескается И я поняла Все Моя жизнь закончена И вдруг Ко мне подходит женщина У которой на боку Висит связка с водой И говорит А что ты здесь лежишь-то Пойдем к нам У нас там есть место Да Где есть вода Если я нахожусь В отчаянном положении А я находилась В отчаянном положении Да А что мне остается Тем более Что вода-то у нее есть Она же меня будет Поить по дороге Да И я отправляюсь с ней Этот путь Это и есть Путь 12 шагов И она приводит меня В некое место Где есть колодец С бездонной Чистой Прозрачной Водой Рядом с этим колодцем Я могу построить Свою новую жизнь Я могу завести семью Я могу построить дом Я приобрету там Новых друзей Моя жизнь Рядом с этим колодцем Будет прекрасна Две вещи Мне необходимо делать На ежедневной основе Каждое утро Я должна вставать Подходить к этому колодцу Набирать воду И нести ее к себе домой А еще я должна На эту воду наливать фляжку И отправляться в пустыню Чтобы находить Таких же, как и я И говорить им об этом Просто говорить Дальше два варианта Человек может сказать Это фигня Это мираж Жизни после Алкоголизма нету Я оставляю такого человека в покое Никаких проблем Он не готов Готовность дает только Бог Мы не можем дать готовность Никому вообще Другой вариант Когда человек соглашается Начинает идти со мной Он может сойти в любой момент Люди сходят Не все проходят эту программу Жизнь-то улучшается Да Вот А если человек приходит Он становится частью этого сообщества И он правда Начинает жить заново Вот Дальше Дается определение агностика Вот такие агностики Да Если мы возьмем Латинское написание этого слова Оно состоит из двух корней Корень ак Обозначает отсутствие Ностик Знания У меня нет своих собственных знаний о Боге И я в какой-то момент понимаю Что все, что я знаю о Боге Было рассказано мне другими людьми Я никогда У меня нет своего собственного знания о Боге Нету Я знаю, каким он А у меня больное мышление Да Я пришла выцерковленным человеком Но Как я читала это Что я слышала Я слышала, что Бог наказуемый Что я греховна Я слышала такие слова Как Божий суд Да Страх Божий И все такое прочее И у меня, конечно, знаете Нет доверия такому Богу Который, если что-то мне То накажет-то меня Да Не хочу я с таким Богом Да А дальше мне говорится Да Наша дилемма заключалась в недостатке сил У меня нет силы Какой выход Пойти поискать эту силу Очень важно Да, как раз об этом и написано Эта книга Эта книга Это путь к силе Никаких проблем Сила есть Туда можно прийти Очень важно Да, ее основная цель Помочь вам найти силу Более могущественную, чем вы Которая решит Все ваши проблемы Очень важно было понять Что не я с помощью этой силы Буду решать свои проблемы Эта сила будет решать Мои проблемы При условии, что я не буду решать их Это то, как я сегодня живу Как только возникает Какая-то проблема Я говорю Стоп Я могу что-то сделать По поводу этой проблемы Сейчас 90% нет Господи, помоги мне об этом не думать Сегодня мои проблемы решает Бог Он это делает потрясающе Это необыкновенно Как Он решает мои проблемы Я не решаю проблемы Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь Это потрясающе работает Я уже привыкла так жить Раньше я решала свои проблемы сама Это для меня закончилось очень плотевно И дальше мы будем говорить о предрассудках Что такое предрассудки Мои старые представления о жизни По-хорошему это то, как я считаю Должен быть устроен этот мир Чтобы я была в нем счастлива И мне спонсор дал задание Выписать 15 своих старых представлений о жизни И я их выписала Выписала тетрадь, забыла И закрыла ее А потом как-то уже в глубоком спонсорстве Сижу, занимаюсь человеком Она говорит Слушай, а ты писала? Я говорю, да, писала Она говорит, а можешь показать? Я говорю, давай Открываю тетрадь Начинаю читать Я думаю, пипец С таким взглядом на мир невозможно Там все должны, должны, должны Муж должен быть резвым Должен быть ты Дети должны хорошо учиться Должны слушаться Другие родители должны со мной считаться Уважать Нет, ну это, конечно, безумие полное Сегодня я это понимаю На самом деле все гораздо проще На 45-й странице нам предлагают сделать два действия Всего только два действия Первое Это отказаться от предрассудков И второе Выразить готовность поверить в силу Смотрите, неправильный перевод шагов Да, как мы привыкли Пришли к убеждению, что сила более могучная, чем мы Никакого убеждения во втором шаге нет и быть не может Мне предлагают поверить в этом Это абсолютно разные вещи Просто поверить В чем разница, да Вот представьте, я приехала в новый район Москвы Я там ничего не знаю У меня живет подруга Я ей звоню, говорю Слушай, у тебя нет знакомого парикмахера? Она говорит Есть Вот запиши телефончик, да Прекрасный мастер И я еду к этому мастеру Я когда еду Я еду с убеждением, что этот прекрасный мастер Или с верой Да Я просто верю Я готова поверить своей подруге Что если этот мастер нравится ей То может быть он понравится и мне Когда приходит убеждение Когда я сделала это Когда я постриглась и мне понравилась стрижка Я ей выхожу, думаю Блин, круто Это в остальных шагах Во втором шаге просто поверить Что есть нечто А дальше Вау Наше собственное представление Каким бы неадекватным оно ни было Оказалось вполне достаточным То есть смотрите Мне говорят Тань, давай по-честному Тот бог, который был у тебя Как помог тебе? Да в общем-то никак И мне говорят Слушай, ты можешь составить Своё собственное представление о боге Я говорю Чё, можно? Мне говорят Вот такую, как ты Это единственное, что тебя спасёт И мы это делаем Мы прямо после чтения главы Открываем тетрадь и пишем Мой новый бог На время прохождения шагов И я говорю Давай мы с тобой пофантазируем Любой неадекват Здесь написано Любой неадекват Давай так У тебя впереди предстоит процесс Прохождения по шагам Тебе надо будет обращаться за помощью Кому ты готова обратиться за помощью А что очень важно Чьё руководство ты готова принимать И мы начинаем писать Человек пишет Я молюсь, человек пишет Все пишут Примерно одно и то же Мы все хотим, чтобы нас любили Чтобы о нас заботились И так далее Вот эта концепция Бога Она меняется у меня до сих пор Вот это удивительно До сих пор меняется Вот это Почему я люблю эту программу Потому что она абсолютно бесконечная Недавно подхожу к своему мужу Говорю Лёг, говорю Ну почему вот так Вот мои девчонки Они такие умнички Они так прекрасно выздоравливают Они очень много спонсорят А вот у них то-то, то-то и то-то Господь посылает им испытания А мне муж говорит Погоди, погоди Давай попробуем посмотреть на это С другой точки зрения Представь себе, что Бог не посылает испытания Бог готовит к испытаниям Бог помогает им пройти Их пройти, да В прошлом году была круглая дата Образования сообщества анонимных алкоголиков В Москве 30 лет И у нас с мужем была 30-летняя годовщина свадьбы Муж сказал Какой же Бог великий В тот год, когда мы с тобой поженились Он начал готовить для меня почву Он знал, что единственное, что меня сможет спасти После 26 лет брака с тобой Это сообщество анонимных алкоголиков Моему мужу так и так предстояло бы спиться Но Бог дал мне силы пережить это Понимаете? Вот она тухлость моей концепции Мой Бог мне испытания не посылает Мне не нужен Бог, который посылает испытания Мне надо, чтобы он был Моя концепция Бога, она моя личная Она никому из вас не поможет Потому что тот Бог, которого я создала для себя Нужен был мне Понимаете? Например Я люблю иногда рыгнуться матом Мне муж говорит Чего ты ругаешься, тебя же Бог слышит Я говорю А мой Бог Матершинник Все Мой Бог меня Он не осуждает Или я выхожу покурить И думаю Блин, а что же я делаю? Я же курю Я говорю Господи, слушай Прости меня, пожалуйста, за то, что я курю Он мне говорит Кури, кури, девочка Ничего страшного Тебе это надо? Кури Вот это мой Бог, да? Он никогда меня ни за что не осуждает Бог создал меня по образу и подобию своему Я плачу ему тем же самым Я наделяю Бога человеческими качествами А это не человеческая сила И это то, что помогло мне очень Вот такой Бог, как я его понимаю Вот, поэтому это великое чудо нашей программы Что нам позволяет составить свою собственную концепцию Бога Я, например, до сих пор Мой Бог не отец У меня есть отец Я не готова принимать руководство от отца Он мне друг Кореш У меня кореш Другу я готова довериться Другу я готова попросить о помощи Другу я готова протянуть руку Отцу нет У кого-то другая концепция Бога У меня нет Вот у меня так Дальше идут потрясающие вещи В одном абзаце Мы узнали, что условия, которые Бог ставит перед теми Кто ищет Его, не очень сложные Ребята, нам предлагают просто начать искать Бога Бог не дурак Он далеко не прячется Как только я начала Что такое искать Бога? Блин, да очень просто Господи, помоги Просто звать Его во все свои дела Дневная часть 11-го шага Как только я начала это делать У меня было потрясающее чувство Как будто меня взяли на руки И понесли по этой программе И жизнь начала меняться И открываться совершенно другими вещами Как мы играем в прятки со своими детьми Я помню, блин, шестимесячный ребенок Он только научился сидеть Я кладу ему платочек на голову Поднимаю и говорю Ку-ку Или там на дачу мы играем Я прячусь за елками Я наблюдаю за своим ребенком Я не хочу, чтобы он испугался И когда я вижу, что ребенок не может меня найти Что я делаю? Я высовываюсь из-за елочки Я говорю ему Ку-ку, я здесь Я люблю его Я не хочу его Точно так же поступил Бог По отношению ко мне Как только я начала Ну, наконец-то, блин, ты меня попросила Он всю жизнь ждал, пока я его попрошу Вот мой Бог такой Мой Бог счастлив, когда я обращаюсь к нему с просьбой Он ждет Он хочет мне помочь Он радуется Ну, наконец-то Ты попросила меня Для нас царство Духа Обширна, просторна, всеобъемлющая Она открыта и доступна для тех, кто настойчиво ищет Моя задача искать Бога Находить не надо, ребята Он везде Он никуда не терялся Да Поэтому, когда мы говорим с вами о Боге Мы имеем ваше личное представление о Боге Что такое личное? Это мое Мне разрешили составить свое собственное, личное И тут же говорят, да, на странице 46 Не позволяйте вашим предрассудкам, связанным с этими духовными терминами Увести вас от честного решения вопроса Таня, а что Бог значит для тебя? Честно Для тебя-то что он значит? Да ужас Тот Бог, который был у меня Это же страшно Вот Дальше идет потрясающее обещание Да, позднее мы обнаружили, что нами приняты многие вещи Которые казались совершенно неприемлемыми Я говорю, слушай, когда мы заканчиваем писать концепцию Бога Я говорю, слушай, мне не надо, чтобы ты верила, что Бог такой У меня верь начинает действовать, исходя из того, что Он такой Это карты, которыми ты отныне играешь Приглашай вот этого Бога в свою жизнь Просто делай это и смотри на результат Да, и мы пишем, не надо думать, надо делать Вера приходит с делом Вот Наша программа, это программа тотальной капитуляции И признания тотального бессилия Она так очень хитро устроена, что в первом шаге Мне предлагают признать бессилие перед тем, чем я готова признать бессилие Ну, конечно, я пришла в Алану, я уже понимаю, что я бессильна без алкоголизма Да, а дальше во каждом шаге мне предлагают принять бессилие перед чем-либо следующим Во втором шаге мне предлагают принять бессилие, признать перед своей собственной концепцией Бога И создать другую концепцию Вот бессилие второго шага И начать действовать, исходя из того, что Бог такой, каким я хочу его видеть Сразу мне говорят, что мне будет мешать Да, последнее предложение на 46-й странице Упрянство Здесь не обидчивость, здесь чувствительность и предрассудки Слушайте, это про меня Я упрямая, как лошадь Да, алкоголизм, болезнь, отрицание Скажи мне, что делать Убьюсь, специально не буду этого делать Такое, как мне, нельзя говорить, что мне делать Это то, что меня поразило в моих взаимоотношениях со спонсором Когда я ей звонила, я обращалась к ней за помощью Она рассказывала мне о себе И меня прям это бесило Что ты мне о себе-то говоришь Ты скажи, что мне-то делать Это была великая иллюзия Такое, как мне, нельзя говорить, что мне делать Я не буду этого делать Чувствительность Там потом мы прочитаем в этой книге такую фразу Алкоголики – народ чувствительный Чувствительный Требуются годы, чтобы избавиться от этого серьезного недостатка Я так говорю, о, хобана А что, чувствительность – это недостаток Мне говорят, Таня, ты, как всегда, читаешь через слово Это серьезный недостаток Я всегда была очень чувствительным человеком Я жить в этом мире не могла Он устроен не так, здесь все не так, понимаете Блин, ледники тают Озоновые слои планеты меняются Как жить, да? Мне говорят, алло Когда все это случится, тебя уже не будет на земле Может, ты угомонишься Может быть, ты перестанешь задумываться о тех вещах Которые никакого отношения к твоей жизни не имеют вообще Да? Я всю жизнь страдала, переживала Как же, есть матери, которая отказывается от своих детей Я так переживала, что есть детские дома Я ни разу в жизни не усыновила ни одного ребенка Но я всю жизнь переживала за это Да? Вот она, энергия, которая вытекала из меня Вот эта чувствительность, да? Это такая дыра во мне Я мучаюсь и страдаю по поводу вещей, которые не имеют никакого отношения к моей жизни Да? Нам предлагают прочитать главу «Духовный опыт» Да? Она короткая, потрясающая, замечательная Своими словами скажу, что такое «Духовный опыт» Да? Страница 183, всего две странички У Билла есть такая манера Он использует... Ну, скажем так, он важные вещи повторяет много-много раз Да? Для такой, как я, блин, надо вот так хорошенько много раз повторить, чтобы я поняла, что это простые шаги Да? И точно так же он использует разные слова, которые обозначают один и тот же термин изменения Духовное пробуждение – это изменение Изменение меня Что же изменится? Что же изменилось во мне? Я думала, я пройду шаги, стану другим человеком Ничего подобного Какой была, такой и осталось Изменилось то, как я думаю, чувствую, я отношусь к окружающему миру Моё отношение к этому миру изменилось Глобально изменилось Да? И задача, да? Из того человека, который, я считаю, я должна быть Да? Стать тем человеком, который Бог хочет, чтобы я была Бог, принимать руководство Бога Это очень важно И нам там говорят, что будет нам препятствовать Да? Опять, ну, всё время предупреждают Да? Сейчас открою всё-таки эту главу Там в последнем абзаце простая фраза, да? Желание Слово желание нет в этой книге Это неправильный перевод В этой книге есть слово готовность Есть где, где мы сталкиваемся с словом желание Мы его зачеркиваем Что чем отличается желание от готовности, да? Желание хочу, делаю Хочу, не хочу, не делаю Готовность Пофиг, хочешь, не хочешь, идёшь и делаешь, да? Совершенно необходимое качество для человека Который задался целью реконструировать свою жизнь Готовность, честность и непредубеждённость Непредубеждённость – это способность Отказываться от своих старых представлений о жизни, да? Мне необходимо быть готовой к изменениям Отказываться Хорошенько его отмоем И посмотрим на то, что осталось на полу Что там хорошего есть? Ты любишь своих детей? Окей Любовь – хорошая вещь Мы положим её обратно, да? Но, блин, очень мало из того, что было Осталось во мне, честно говоря Практически всё было убрано Это произошло само собой И дальше, смотрите Цитата Гебберда Спенсера, да? Ай, существует Принцип Поддерживать человека Вековечное невежество, да? Это принцип Заведомое пренебрежение Предшествующему познанию Это я, да? Вы мне сначала расскажите, да? А потом я это буду делать А мне говорят Нет, так это не будет работать Сначала ты будешь это делать, да? А потом придёт понимание Когда я проходила по шагам Я вообще ничего не понимала Вообще Я поняла, о чём эта программа Только когда отдала Начала отдавать И то это постепенно Ко мне приходило Медленно И приходит до сих пор А что ещё важно Во втором шаге? Ну, нам приводят Прекрасный пример Братьев Райт Людей Которые наплевали на то Что доказали лучшие Математические умы Того времени Они доказали Что люди Не могут летать, да? А они просто Начали действовать Благодаря этому Мы сегодня И я вчера Прилетела к вам на самолёте Спасибо, что нашлись люди Да? Которые сделали это Знаете, вот На 50-й странице Первый абзац Я так поразилась Когда поняла, что здесь написано Да? В материальной области Ум человека был скован Предрассудками Традициями И всякого рода Установившимися представлениями И мы пишем Это препятствие На пути развития Я так удивилась Потому что меня-то Как раз все время обвиняли Во своей воле И в том, что я не следую традициям И то, что я должна делать Так-то, так-то И так-то А здесь мне говорится Блин, это всё будет тебя тормозить Ты должна быть готова Освобождаться От своей старой точки зрения Вот, смотрите 51-я страница Мы должны спросить себя Почему бы нам не применить К решению человеческих проблем Такую же готовность Изменить свою точку зрения Мне предлагают Быть готовой Менять свою точку зрения А дальше Здесь очень многие вещи Я люблю читать от первого лица Я прочитаю вам От первого лица У меня были трудности В отношениях с другими людьми Я не умела контролировать Свойственную мне эмоциональность Я испытывала горе и депрессию Я не могла зарабатывать себе на жизнь Я чувствовала себя никому не нужной Я была подавлена страхом Я была несчастна Я была не в состоянии кому-либо помочь Это моё состояние на приход На момент прихода в Аланон Абсолютно бесполезный человек Абсолютно убитый Знаете, один пример Недавно ко мне пришёл Вот я сейчас сижу перед вами Двигаюсь, машу руками Почему? Так устроено моё тело Вот это головной мозг Он получает команды То есть моё тело получает команды С головного мозга Я могу сейчас двигать этой рукой Потому что сейчас, в данный момент Головной мозг отдал команду мышцам Благодаря этому я могу двигаться Представьте себе человека Получившего травму шейного отдела позвоночника У нас была такая великая гимнастка Которая неудачно всплыгнула за бревна И 20 лет прилежала парализованная Давайте посмотрим с вами на этого человека У него есть проблемы с головным мозгом? Нет, мозг не повреждён Он нормальный, целый Есть проблемы с телом? Нет Тело нормальное С чем проблемы? Нарушена связь между телом И управляющим органом И вот такой человек Абсолютный овощ Он нуждается в том, чтобы о нём заботились Он не может сделать сам Его надо мыть Его надо кормить Ему надо делать массаж Ему надо стричь ногти И всё такое прочее Вот это то, как я пришла в Уланон Что делают шаги? Шаги восстанавливают связь между моим телом И моим руководящим органом Да? Богом Всё нормально Сегодня у меня всё нормально Потому что я больше не руковожу своей жизнью И вся система Дикуля, если вы слышали О такой Построена она таким образом Человека заставляет делать физические упражнения И люди, которым грозила парализация Поднимаются И начинают жить нормальной жизнью Они становятся дееспособными Программа «Сделай меня дееспособным» Мне не надо сегодня, чтобы обо мне кто-то заботился Ребята, я могу сама себя покормить Помыть, сводить в театр Сходить в баню Пообщаться с друзьями Я могу это сама Мне не надо Это от других людей А ещё я могу помогать другим Всё так просто Надо просто восстановить связь Со своим руководящим органом Концепцию этого органа Мы создаём как раз во втором шаге Знаете, ещё хорошее место На 52-й странице В первом предложении нам говорят Вещь, которую нам будут говорить Много-много раз в разных шагах Когда мы стали алкоголиками Сломленными кризисами В которые сами себя завлекли Мне говорят Таня, ты сама создала свои проблемы Поверить в это невозможно Я это увидела совсем недавно Сломленные кризом Которым мы сами Я всю жизнь занималась Не тем, чем мне надо заниматься Я всю жизнь нарушала законы духовного мира На минуточку Он таки существует Я ничего не знала об этих законах Я в школе проходила законы физического мира О духовных законах мне никто не говорил Я всю жизнь нарушала законы духовного мира Вот это и есть инструкция Мы изучаем законы духовного мира И когда я начинаю поступать соответственно этим законам Всё становится на свои места Да, простой пример Я живу в России У нас здесь правостороннее дорожное движение Если я приеду на запад Там левостороннее движение Я скажу, ребят, идите вы нафиг Я привыкла ездить по правой стороне И буду ездить по правой стороне Хорошо, если это какая-то сельская местность Хорошо, если это ночное время суток Я ещё могу какое-то время проехать по правой стороне Но если это город И если это хороший трафик Куда я уеду? Никуда Понимаете? Я жила в этом мире Ничего не зная о законах духовного мира Всё время нарушала их Это и привело К моему состоянию Упадка духа и деморализации На самом деле мы обманывали самих себя Потому что в глубине каждого мужчины И каждой женщины И каждого ребёнка Есть у нас основоплагающая идея Бога Бог внутри Хорошая новость Никуда ходить не надо Надо просто получить доступ к этому Богу На 54 странице в глубине души Мы обнаружили великую реальность Всё, ребята Всё это есть На самом деле это всегда было во мне Но я жила неправильно Знаете, недавно встречалась Моей сестры Был день рождения Туда пришла моя двоюродная сестра Я её лет 30 не видела Я очень плохо помню своё детство Я говорю Слушай, расскажи мне что-нибудь обо мне И она мне сказала Слушай, ты была таким солнечным Таким добрым ребёнком в детстве Господи, я когда-то была хорошим человеком А потом я начала нарушать законы духовного мира И честно говоря, когда я пришла в Валанон Вот этот вот самый главный орган В котором, как я считаю, живёт Бог Он просто был заморожен Кусок сердца в груди Вообще И процесс похождения шагом Это и есть процесс отогревания этого сердца Или представьте себе другой пример Как будто моё сердце со временем Покрылось такой толстой глиняной коркой Остыло и перестало биться Шаги разбивают эту корку И сердце постихоньку отогревается И начинает стучать, биться И я возвращаюсь в своё нормальное состояние Если наши свидетельства помогут вам отказаться от предрассудков Научат мыслить честно И придадут усердие в исследовании своего я То есть мне говорят Таня, тебе придётся исследовать себя То у тебя всё будет хорошо Дальше приводится пример человека И бла-бла-бла В общем-то, основная мысль второго шага Мы когда читаем эту главу Мы всё время подчёркиваем Предрассудки, предрассудки, предрассудки И мне говорят Таня, откажись от своих предрассудков Или ты сдохнешь Тебя убивает не то, что ты не знаешь А то, в чём ты знаешь В чём ты абсолютно уверена А это не является правдой Я была абсолютно уверена Что если мой муж протрезвеет Я буду счастлива Это оказалось неправдой Великий Бог сказал мне На В тот момент я не способна была поверить Я вам клянусь Несмотря на то, что я пришла бы церковлённым человеком Если бы сам Иисус Христос Спустился бы ко мне с неба в сияющих одеждах Когда я там молила Господи, сделай так, чтобы мой муж перестал пить И сказал бы мне Таня, ну девочка моя, ну пойми Ну мне, сделай так, чтобы твой муж перестал пить Ну нефиг делать Вот щелчок пальцев Ты не будешь счастлива Я бы ему сказала, знаешь что Ты давай не трынди Ты давай делай А мы посмотрим Я не способна была в это поверить Вот Ну и дальше идёт прекрасный, замечательный третий шаг Третий шаг предлагает нам принять решение Только принять решение Больше ничего Ни о каком препоручении в третьем шаге речь не идёт и не может идти Мне предлагают просто сменить руководителя Принять решение, что отныне в моей жизни будет руководить Бог Какой Бог? А вот тот Бог, которого я создала во втором шаге Мой собственный новый Бог К такому Богу я готова обратиться за помощью Да, но мне сразу ставят три вещи Три принципа, работающие в программе Первое, строго следовать по нашему пути Это абсолютно новое действие Я никогда в жизни строго следовала Никогда Я вообще говоря не способна была соблюдать дисциплину Я всегда была очень дисциплинированным человеком Вот законченный пример бунта своеволия У меня примерного поведения никогда в жизни не было Мне кажется в первой классе, в первой четверти Больше никогда Я не способна была следовать вообще никакому пути Я всегда была своевольна Знаете, я только в программе поняла Что вот эти вот кружочки, квадратики и треугольнички Которые стоят на столбиках вдоль дороги Это правила дорожного движения Которые мне надо соблюдать Да нафиг, машина есть, дорога есть Зачем мне какие-то правила? Это удивительно Я никогда не могла это Никогда Да мне пофиг, что они там поставили Это им надо, мне не надо Которые не могут и не хотят целиком подчинить свою жизнь Это простой практик Целиком подчинить Аланон как образ жизни Это мой новый образ жизни По-другому это не работает Да Какой шаг тебя убьет? Тот шаг, который ты не будешь делать Эта программа является неким шедевром И она состоит из 12 шагов И все 12 шагов работают одновременно Да И органически не могут быть честными сами собой Первый раз в жизни мне дается такое понимание Как честность перед собой Слушайте, я никогда не знала, что надо быть честной перед собой Я думала, что надо быть честной с другими людьми И я думала, что другие люди должны быть честными по отношению ко мне А вот что такое честность перед собой Я понятия не имела И блин, я всю жизнь обманывала сама себя Всю жизнь обманывала А вот эти предрассудки, они как раз и заставляли меня обманывать Да? Пример, да? Как-то старшая дочь Она была уже взрослая на тот момент А мы переехали в Москву И она говорит, окей, буду жить с вами А я понимаю, я не могу с ней жить Я не готова с ней жить Вот не готова, да? И я пришла к ней и сказала Дочь, прости меня, пожалуйста Давай без этого Ты уже взрослая, самостоятельная Мы выделили ей шикарную однокомнатную квартиру Сделали ремонт По ее просьбе покупали мебель Как бы обои Она все сама выбирала И дочь сразу психанула Начала собирать вещи Истерически И уходя из квартиры Она кинула мне такую фразу Которая хлестнула меня просто по лицу Она сказала Да ты просто своих дочерей Любишь меньше, чем сыновей У меня две дочери и два сына Эта фраза меня убила Я была не готова признаться себе Я сразу начала оправдываться Да ты чего, да я люблю одинаково Дня три прошло Дня три пришло, когда я сама себе призналась Нифига Мне с мальчишками гораздо легче общаться Гораздо легче Мне всегда было тяжело общаться с девочками И вот после этого Я уже могу обратиться к Богу Понимаете? Когда я сама себе в глубине души Могу честно сказать Да не люблю я своего мужа Да он мне все нервы истрепал Сволочь такая Я могу пойти к Богу и сказать Господи, научи меня любить А до тех пор, пока я считаю, что я его люблю Все, мне помощь Богу не нужна Я буду продолжать жить в этой иллюзии Вот эта вот честность перед собой Нужна мне, да, чтобы просто увидеть проблему И попросить Бога О помощи Да, потому что я, конечно, в первую очередь Обманываю себя Это всегда так Ну что, такие несчастные есть Они не виноваты Похоже, они просто Родились такими Они по натуре своей Не способны усиливать и поддерживать Образ жизни, требующий Неумолимой честности Мне предлагают начать вести образ жизни Требующий немолимой честности Для меня это недоступно Я не понимаю Я еду в другой город Слушаю спикерскую по десятому шагу И там человек говорит Вот я все время вру Вот как я открою рот, я вру Да, я так слушаю Думаю, блин, что ты врешь-то Я вот всегда правду говорю Да Потом я поняла Это страшно сама Я правду практически никогда не говорю Почему? Да потому что я великая актриса Потому что я постоянно играю какую-нибудь роль Да? Я всю жизнь провела на сцене Девочки, на сцене Я всегда играла роль Хорошей дочери для своих родителей Хорошей жены для своего мужа Хорошей матерью для своих детей Хорошего члена Аланона Хорошего спонсора Я всю жизнь играла роль Да и ладно бы, играла и играла Знаете, в чем проблема, да? Кто такой актер? Зачем вообще актер выходит на сцену? Ему нужны аплодисменты Ребята, как только зрители уйдут Из зала действия, закончится Да? И точно так же мне всю жизнь Нужны были аплодисменты Что такое аплодисменты? Это одобрение Это благодарность Это хорошее отношение ко мне Со стороны других людей С этим, знаете, как выявилась Огромная проблема С аплодисментами проблема Их или нет вообще Или они жидкие Или они недостаточно бурные И я все время в конфликте, да? И мне предлагают сделать Очень простую вещь Мне предлагают сойти со сцены И сесть в зал Вот рядом с вами И вместе с вами Сидя в партере Я могу наблюдать За этим прекрасным действием Под названием «Жизнь» Которой руководит Бог И когда действие заканчивается Ребята, мне не надо Чтобы вы мне хлопали Я вместе с вами Хлопаю другим людям Мне не нужны аплодисменты Других людей Да? Мне всего-то на всего Надо стать самой собой Перестать играть образы А это то, что я делала Всю свою жизнь Я все время зарабатывала себе Некие бонусы, да? Знаете Ну есть некто всесильный Это Бог Да обретете вы его ныне Вот это очень важный Был момент для меня Ныне Что такое ныне? Ребята, это только В моменте времени Который называется Здесь и сейчас Больше никак Никаким другим способом Я могу быть доступна Помощи Бога Только в моменте времени Болезнь – страшная вещь Она постоянно выталкивает меня Из этого момента времени Мне пришел такой образ Представьте себе Я стою на платформе Да? Предположим Жду электрички А электричка, зараза, отменена И мне надо целый час простоять Я не люблю ждать Не знаю, как вы Для меня ожидание – это мучение Да? А у меня есть интересная книга И есть вот фонарь, да? И я стою под этим фонарем Открываю книгу И начинаю читать Все Все проблемы уходят Там так интересно Там эти действия Просто потрясающе захватываются Время для меня останавливается Мне хорошо Но Болезнь – коварный, хитрый враг Незаметно для себя Я начинаю отходить От этого источника света Я этого не понимаю Я не отдупляю этого Я просто как-то Ну как-то, знаете Ну что-то как-то становится тяжелее читать Ну подвинула книгу поближе Ну еще поближе А вдруг я Блин, темно, ничего не видно Я поднимаю голову Я ушла от источника света Мне надо просто вернуться к нему Две вещи Которые будут всегда блокировать меня от Бога Прошлое и будущего У Бога нет проблем У Бога везде У меня проблемы Я человек Я могу находиться только в моменте времени Который находится здесь и сейчас И только здесь и сейчас Я могу быть доступна помощи Бога Сложно ли это? Очень просто Моя задача – наблюдать за собой Следить За тем, что я делаю Вот предпринятые нами шаги Неизученные, непрочитанные Да, предпринятые Сделанные наши шаги Они делятся на три части Первые три шага Это шаги осознания Абсолютно нерабочие шаги Там нечего делать Мне надо просто принять это Осознать Честно говоря, капитулировать И третий шаг является Последним шагом капитуляции Расскажу, как я это делаю Шаги с четвертого по девятый Это для меня один шаг Он просто разбит на некоторые этапы Освобождение от груза прошлого И это те шаги, где я получаю Все инструменты программы Там новые инструменты Шаги с десятого по двенадцатый Это инструкция про то Как прожить один день жизни После прохождения шагов В десятке, в одиннадцатом, двенадцатом Я остаюсь жить пожизненно Инструкция Десятый – это я и мои ошибки Одиннадцатый – это я и мои отношения с Богом Двенадцатый – это я и весь этот мир Вот вам простая троица Я – Бог, другой человек Вот, дальше Мне предлагают согласиться Что жизнь, построенная на своей воле Не может быть успешной И переводится прекрасно Замечательный актер Пример актера Что для меня важного в этом актере Было понять Было понять, что у этого человека Есть два набора инструментов Первый набор инструментов Он может быть добрым, внимательным, терпеливым, щедрым И, возможно, даже скромным и самоотверженным Это первый набор инструментов Дальше Он может быть низким, эгоистичным, бесчестным и селюбимым Это второй набор инструментов Я прожила всю жизнь с этими двумя чемоданчиками Наборами инструментов Как я им пользовалась Например, моя дочка за собой ничего не убирает Я подхожу к ней и говорю Доченька, ну ведь ты же будущая мама Ну ты же жена Ну пойми Ну ты вырастешь Выйдешь замуж Ну тебе надо научиться Складывать свои вещи Застилать свою постель Мыть за собой посуду Это первый набор инструментов Второй набор инструментов Когда я хожусь в другом духовном состоянии Твою мать сколько раз говорит Иди немедленно убери Почему я должна мыть за собой посуду В конце концов Ты можешь бросить свои трусы в стирку Это второй набор инструментов И то и другое является набором инструментов Для того, чтобы получить то, что я хочу Добиться своего И сама я с этим сделать ничего не могу Пример актера Представьте себе, прихожу я в театр устраиваться Например, молодая актриса Спрашиваю, у вас есть какая-нибудь роль для меня? Да, мне говорят, да Вот мы тут ставим нашу красную шапочку У нас вакантная роль волка Согласна играть волка? Я говорю, да, конечно И мне говорят, окей, твоя роль будет состоять вот из чего? Ты ляжешь в постель Накроешься одеялом Оденешь чепчик Очки И когда услышишь стук в дверь Ты скажешь, кто это там? Ах, это ты, внученька? Дерни за веревочку Дверца и откроется Ты согласна? Да, 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 я согласна А дальше начинается репетиция Я ложусь И начинаю наблюдать за тем, как ведут себя окружающие меня люди И в какой-то момент я не выдерживаю Я говорю, ну погодите Ну вы поставили меня слишком далеко от сцены Ну меня же не видно Ну подвиньте кровать поближе Ну направьте на меня свет Ну, ребят, ну вы что, обалдели? Вы видели эту красную шапочку? У нее юбка, блин, короткая Трусы видны Ну что, обалдели? Ну девочки так не должны одеваться Я не могу сыграть ту роль, которая мне предназначена Я не умею этого делать Мне надо этому учиться Что я получаю? Пинок под зад Да? А мне надо-то было просто молча полежать в своей постели И дождаться стука в дверь Я не способна к этому Не могу в этом мое бессилие, понимаете? Они все дедут себя не так Все они так Все абсолютно окружающие меня люди Молчать невозможно Поэтому новое мое действие в программе Я училась молчать Девчонке 90% усилий Для того, чтобы научиться молчать Я ходила по квартире Прямо представляла руку Которая затыкала мне рот И говорила Господи, помоги заткнуться Господи, помоги заткнуться Помоги заткнуться Я вчера утром проснулась У меня вечером Пристояло полет на самолете Для меня это тревожное дело Я не могу Я все время, блин, представляю Мне надо доехать до аэропорта А вдруг задержится А вдруг опоздаю А вдруг такси не приедет И я прям проснулась Сказала Господи, давай так Я затыкаюсь И открываю рот Только тогда Когда будет твоя воля Помоги мне никого не убить Рядом с собой Потому что я иду в будущее Я теряю контакт с Богом Я превращаюсь Ну что, в орудие возмездия Понимаете Муж подходит к холодильнику Достает яйца Одно яйцо падает И разбивается Абсолютно трезвый муж Он трезвый Я так думаю Йооо Вот интересно Если бы он был пьян Я бы его, наверное, убила Так получается же Не важно Пьян он или трезвый Меня-то не это же бесит Меня же бесит яйцо Что я делаю сегодня Я иду к Богу Господи, я умоляю тебя Сделай меня доброй Нежной, ласковой И заботливой По отношению к моему мужу Я подхожу Другой Хочешь, я уберу яичко Он говорит Хочу Я убираю это яйцо Я его не просто убираю Я его в мисочку кладу Вот, ставлю его Рано с плитой Муж жарит себе яичницу Завтра, когда я прихожу на кухню Это яйцо продолжает Лежать в мисочке Я говорю Твою мать, что ж ты его не пожарил Опять все не так Меня удовлетворить невозможно Это невозможно Я помню одно из своих Духовных пробуждений Когда мы были в программе Началась новая жизнь Муж давно трезвый И я пошла в театр Я возвращаюсь из театра И у меня такое счастье Я прихожу, захожу в спальню И там лежит муж И читает книгу Младшему ребенку Я думаю О, блин, какое же счастье Как это здорово Я такая благодарная Я говорю Любимый Иди я Уложу его спать Ложусь, укладываю ребенка Прихожу на кухню Там мой муж Вместе с нашим сыном Смотрит футбол Я думаю Господи, какое счастье Они вместе Они смотрят футбол Я наполнена благодарностью А потом мой муж говорит Ну ладно Я пошел на свой круг А круг для него Это выйти перед сном Выкурить сигарету Потом туалет Ну там душ, молитва Да И когда он выходит из дома Он берет с собой книгу И я думаю Твою мать Мы не виделись с тобой весь день Ну неужели нельзя выйти Быстренько покурить Тебе обязательно книгу читать Да И тут я понимаю Ну твою мать Это невозможно Внутри меня черная дыра Бесконечная черная дыра Заткнуть ее можно только Такой же бесконечностью Под названием Бог Туда можно бросать что угодно Ничего Только Богом Потому что Бог тоже бесконечен Люди не могут меня удовлетворить Сегодня я это понимаю Так, 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 так Что еще? Ну вот это прекрасная фраза Разве он не корыстен? А, вы знаете Очень важный момент Допуская свою частичную вину Он все же уверен Что гораздо больше вина В это другие Это при меня Я никогда в жизни Не способна была принять Свою вину полностью Я всегда использую Такой защитный инструмент Как самооправдание Ну слушай, знаешь чего Если бы ты пожарил это яйцо Как делают все нормальные люди Я бы на тебя не разозлилась Но если бы вы слушались меня Я бы не ругалась У меня всю жизнь была Если, если, если Всегда Всю жизнь Вот это и есть детский сад Я всегда Рекладывала ответственность На других людей Всегда, всю жизнь Они все были виноваты И вовлечены в мою жизнь Вот Ну что Дальше идет Потрясающая вещь Да Мне говорят Таким образом Мы сами являемся Причиной наших бед Самая лучшая новость В программе Установка диагноза Представьте Я прихожу к врачу И на меня заводят дело Пишут там Татьяна Там 1967 года рождения Там адрес такой-то И мне говорят Доктор На что жалуетесь И я ему говорю Доктор Вот вы знаете Вот я своего мужа люблю Когда он трезвый А когда он выпьет Я его готова убить Я вот детей своих люблю Я знаю Что на детей нельзя кричать Я прочитала Много книг по психологии Я знаю Что взрослый Который кричит на ребенка Расписывается Своей собственной несостоятельности Но я кричу Я не могу не кричать Я знаю Пятую заповедь Почитая отца своего мать Я не могу Уважать этих людей И еще знаете Доктор Я вот часто испытываю Такое странное состояние Раздражение Беспокойство И неудовлетворенность И он мне говорит Все ясно И пишет мне диагноз То Эгоистичное И зацикленное На себе существо Я говорю Чего Мне говорят Иди в четвертый шаг Там поймешь чего Это диагноз Это корень Моих проблем Которые я не способна Была увидеть Когда проходила Шага Не способна Я не понимала этого Когда мне мой спонсор Сказал что я хотела Чтобы мой муж Перестал пить ради меня Ну я была возмущена До глубины души Да я то здесь при чем А потом поняла Конечно ради себя Мне было неудобно Жить с этим человеком Несмотря на все прекрасные черты Которые он Мне было неудобно Жить с этим человеком Да И вот этот корень И мне сразу же предлагают Признать Бессилие Перед этим Потому что Мне говорят Русским языком Мы не могли Стать менее эгоцентричным Хотя очень желали этого И прилагали Все силы Нам нужна была Помощь Бога Я без Бога Ничего не могу сделать С корнем своих проблем Ничего Я бессильна перед этим Знание мне не помогает Мне надо сдаться И дальше Мне говорят Прежде всего Мы должны перестать Играть роль Бога В Бога Какого Бога? Да вы что? Да я никогда не играла В Бога Ну ребят Давайте уже иметь совесть Потом ко мне приходит понимание Я ничего в этой жизни Не делала Кроме как играла в Бога Хочешь остановись Я потом Давайте сделаем перерыв Хорошо Тогда просто В следующий раз Закончу Ладно? Спасибо огромное Перерыв Спасибо огромное Спасибо огромное